Привет, друзья! Это Утренний Фрэш. Мы, Сергей Муканов и Екатерина Иванилова на Санторини. Екатерина хотела рассказать, что такое Санторини. Санторини – это замечательный остров, совсем небольшой, со всех сторон видно море. Покажи море. Море. Площадь острова, кстати, всего 96 квадратных километров. Представляете? Совсем небольшой и в своей самой узкой части этот остров в ширину всего 3 километра. 2. 2 километра, да. Екатерина померила по свежим данным 2 километра. А в длину 18. А в длину 18. То есть на самом деле... Что 18? Километров. Всего. Всего 18 километров, друзья, в длину этот остров. Остров построен кем неизвестно. Но все здесь вулканического происхождения. На самом деле, замечательный наш кит, которая почему-то очень странно разговаривает по-русски, рассказала нам, что все, что ни возьмись, из лавы, а лава, она тоже вулканического происхождения. Орешки, которыми нас угощают местные жители, они тоже, в общем-то, из нее же, из этой же лавы, вероятно. Я знаю более интересную информацию. Самая высокая точка острова – это 560 метров над уровнем моря. А мы сейчас находимся примерно на 280. Да, и еще самая интересная информация – это 680 церквей здесь. В принципе, каждая практически семья считает своим долгом построить церковь. А самые большие из них строили моряки, потому что, видите, ну, опять же, нас окружает море. Не бойся, девочка, подойди к краю вот сюда. Нас окружает море, и вы сами понимаете, что моряки, они же на месяц, на два, на три, на полгода уходили. И чтобы было чем их любимым заняться, да, чтобы они тут не ходили к соседу, например, они строили церковь и запирали девушку там. Она молилась, полгода ждала его, он возвращался, она набрасывалась на него, и, в общем-то, так начали разрастаться деревни в Санторине. А еще 90% населения здесь занимается сельским хозяйством, они выращивают виноград. Да, оказывается, санторинский виноград, санторинские вина, очень любят и ценят церковные служащие, и даже заказывают в Ватикан, даже в Папа, римские говорят, отсюда заказывают вино. Ну, и в наших российских церквях тоже. А еще на Санторине, на самом деле, умеет идти дождь. Вот сейчас прямо капают капли мне на ладошку. Представляете, везде находит радость, потому что в России, безусловно, капли на ладошку капают не так. А вот здесь, вот на Санторине, если... Это какие-то особенные санторинские капли, санторинско капают на мои санторинские ладошки. С вами были Сергей Муканов, Екатерина Иванилова, и этот выпуск непутевых заметок мы записали где? На Санторине утренний фреш, на Санторине апельсина у нас с собой нет, но знайте, он всегда у нас в сердцах.